Неофициальным символом даты, посвященной тем, кто отдал свою жизнь во имя мира, но остался безымянным, стали высеченные на могиле неизвестного солдата в Москве слова «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». И в нашем районе День неизвестного солдата стал Днем поклонения славянцев бессмертным подвигом солдат Победы. Никто не забыт и ничто не забыто. Справедливость этой истины еще раз подтвердилась в начале зимы в нашем городе, где, как и по всей стране, отмечается День неизвестного солдата. Для того, чтобы почтить память погибших на памятно-мемориальном мероприятии в парке «40 лет Победы» собрались представители Совета ветеранов, администрации города и района, Славянской районной общественной организации клуба по интересам К-95, юно-армейцы, молодежные активисты и общественники. Глава Славянска на Кубани Александр Берсенев сказал, что всех нас объединяет благодарная память о подвиге. Нашим воинам, всему народу понадобилось напряжение всех сил, и за победу пришлось заплатить очень большую цену, чтобы выстоять против немецко-фашистских захватчиков. Имена погибших солдат остаются зачастую неизвестными. Этот день напоминает нам о том, как важно продолжить активную работу, поисковую работу по остановлению и увековечению имен героев, оставшихся лежать на полях сражений. Спасибо всем, кто вносит вклад в это благородное дело. Образ неизвестного солдата символизирует истинного, настоящего патриота, героя, который шел на смертный бой не ради славы, а ради жизни на земле. Председатель Славянского районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин отметил, что в этот день мы чтим память тех, кто сложил голову в сражениях с неприятелем, кто не оставил своего имени. В этот день мы чтим память всех пропавших без вести во время войн и военных конфликтов, которых было немало и после Великой Отечественной войны. В России невозможно найти семью, которая была бы не опалена огненным дыханием самой страшной войны 20 века Великой Отечественной войны. Идут годы, но мы бережно храним память о подвигах тех, кто ценой своей жизни преградил путь врагу. Молодежь продолжает эстафету памяти, принимая знамя патриотизма из рук старших товарищей. Пропасть без вести не значит раствориться во тьме истории. Эти герои живы в памяти людской, которая бережно хранится и передается от поколения к поколению. И сегодняшний день – это наш общий земной поклон людям, которые ценой своей жизни сберегли наше Отечество. Мы, молодое поколение, с гордостью пронесем через года подвиг великих победителей. Мы не забудем тех, кто не жалея своей жизни завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания. Затем состоялось возложение живых цветов к вечному огню и к мемориалу. Это скромная дань памяти тем, кто в боях отстоял независимость нашей страны. Поклониться памяти павших пришло немало учащихся, для которых наша славная история – не пустой для сердца звук. Сегодня очень знаменательный день, и такие мероприятия очень важны, чтобы молодежь знала о героях, которые своей жизнью защитили нашу Родину. Мы чтим память погибших. Для нас, юные армейцы, большая честь участвовать в подобных мероприятиях. Мы свято чтим память героев. Подвиг солдат всегда рядом с нами. Славянцы считают, что они не вправе забывать о бессмертных подвигах солдат и офицеров Великой Победы. Мы все продолжаем вековые традиции, участвуя в памятных мероприятиях. И пока жива в нас память о подвиге героев, мы непобедимы. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует...